Есть такой диагноз, который мы ставим примерно 30 раз в год пациентам нашего отделения. И нужно сказать, что до сих пор для нас самих, несмотря на весьма большой опыт, очень и очень непросто разобраться, что же это за болезнь. Если говорить о той трактовке, которую дают международные эксперты, то криптогенная организующаяся пневмония – это один из вариантов облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией. Сейчас все больше и больше употребляется термин просто организующегося пневмонии в качестве характеристики гистологической того, что происходит в терминальных отделах дыхательных путей. А что там происходит? А происходит, собственно говоря, организация эксудата. И второй процесс – это пролиферативный фибробластический процесс, который достаточно четко можно обозначить при морфологическом исследовании. И довольно часто вот эти участки пролиферации, они распространяются в том числе и на респираторные бронхиолы, создавая вот такую яркую картинку. Я их позаимствовал у профессора Коган, поскольку мы в книжке с авторами. Вот, собственно говоря, это те материалы, которые были опубликованы. Вот этот замечательный такой вот рисунок, который трудно, наверное, перепутать с чем-либо другим. Вот так это представляется грануляционная ткань, которая в данном случае не полностью, но все-таки существенно перекрывает просвет респираторной бронхиолы. А вот что касается основной альвеолярной ткани, то фактически вы видите безвоздушное пространство, заполненное клеточными элементами, заполненное здесь уже такими фибробластическими, фибропролиферативными участками. А на компьютерной томографии все это проявляется преимущественно в зонах консолидации. Что очень важно понимать, есть вторичные формы организующейся пневмонии, а криптогенная это то, что не подходит под вторичные формы. Считается, что очень много факторов могут вызвать организующуюся пневмонию. Вот этот неспецифический воспалительный ответ в легких, самые разные факторы. Это инфекция. Очень важный фактор это лекарство. И должен вам сказать, что очень много препаратов, помимо традиционно рассматривающихся в качестве индукторов, организующихся пневмонией, на самом деле могут вызывать этот процесс. И вот мы в последнее время все чаще сталкиваемся с тем, что иммунобиологические препараты, которыми лечатся сейчас системные заболевания соединительной ткани, или инновационные онкологические препараты, дают вот такого рода реакцию со стороны легких. Но на самом деле не только они, но даже широко распространенные препараты оказываются существенно, риск развития организующейся пневмонии у них существенно выше, чем в общей популяции. Советую вам записать этот сайт, на котором вы четко сможете понять, описаны случаи той или иной лекарственной реакции у ваших пациентов, которую вы можете трактовать как лекарственную болезнь, как лекарственное поражение легких. Это относится отнюдь не только к организующейся пневмонии или нет. Так вот, за последние несколько месяцев мы столкнулись с случаями развития организующейся пневмонии, причем рецидивирующего течения при отмене кортикостероидов у пациентов, которые принимают статины. Что это? Случайное совпадение? Или это реальное влияние статинов на данный процесс, и это действительно реакция на длительный прием статинов? Можно ответить на этот вопрос только в будущем, в зависимости от того, прекратятся рецидивы организующейся пневмонии или нет. Нужно сказать, что организующаяся пневмония довольно часто является паттерном поражения легких при системных заболеваниях соединительной ткани. Конечно, и другие болезни, связанные с трансплантацией органов, с приемом препаратов, которые способствуют профилактике отторжения трансплантанта, лучевые поражения и так далее. Все это может вызвать тот процесс, который мы расцениваем как организующаяся пневмония. Но самый сложный вариант – это трактовка того, а что мы имеем. Мы имеем просто неразрешающуюся или медленно разрешающуюся бактериальную пневмонию, ту, которую раньше называли корнифицирующей пневмонией, или эти фокусы консолидации, которые есть у больного, проявление некой новой болезни, некого иммунологического нарушения. Вот этот вопрос как раз на сегодняшний день не получил окончательного ответа. Да, считается, что может быть постинфекционная организующаяся пневмония. Те возбудители, которые вы видите на экране, все они могут вызывать обычную бактериальную пневмонию. И если зона консолидации после лечения антибиотиками не сокращается или сокращается незначительно, не так, как мы хотим, что мы делаем? Мы назначаем обычно кортикостероиды, и весь этот процесс уходит, ну, как правило, остаются небольшие фиброзные изменения. Это что, организующаяся пневмония, или это все-таки не разрешившаяся корнифицирующая пневмония? Дозы кортикостероидов небольшие, обычно 10-дневного курса хватает, чтобы этот процесс разрешился. Но мы при этом не видим никаких рецидивов, никаких повторений данного заболевания, что свойственно для криптогенной организующейся пневмонии. И вот отдифференцировать эти два процесса, на мой взгляд, очень и очень непросто. Но мы все-таки приближаемся к диагнозу криптогенной организующейся пневмонии, когда нет очевидного фактора для возникновения вот такого воспалительного процесса в легочной ткани. Нужно сказать, что это одна из частых форм идиопатических интерстициальных пневмоний. Считается, что она на втором-третьем месте после легочного фиброза и неспецифической интерстициальной пневмонии стоит. А если брать все диффузные паренхематозные заболевания легких, то от 2 до 10% случаев составляет криптогенная организующаяся пневмония. Это люди обычно второй половины жизни. Второй половины жизни мужчины и женщины болеют примерно одинаково по частоте. Интересно, что большинство из них люди не курящие. Ну и, как правило, этот процесс имеет подострое начало. Если говорить о клинической симптоматике, то здесь вы фактически не найдете никаких специфических черт, которые отличали бы криптогенную организующуюся пневмонию, скажем, от бактериальной пневмонии. Ну, за исключением, может быть, того, что все-таки не всегда бывает лихорадка. А если она и бывает, то, как правило, она имеет субфибрильный уровень или невысокий фибрильный. Кашель 60% случаев. Особенностью кашля при криптогенной организующейся пневмонии является то, что он чаще носит непродуктивный характер, в то время как при бактериальной пневмонии мы все-таки чаще видим кашель с мокротой. У каждого пятого пациента это плевральная боль. А ускультативно та же самая инспираторная крепитация, которую вы слышите при острых бактериальных пневмониях. Другими словами, нет никакой клинической специфики, на основании которой можно было бы быть уверенным в диагнозе. Что касается лабораторных методов, те же самые изменения, которые мы видим и при бактериальных пневмониях, за исключением, может быть, того, что уровень прокальцитонина, как правило, бывает нормальным у этих пациентов. Но, должен вас разочаровать, прокальцитонин все-таки не является тем маркером, на который нужно ориентироваться для дифференциальной диагностики. Потому что мы сплошь и рядом и при бактериальных пневмониях видим его нормальный уровень, а с другой стороны у нас есть опыт, вот с Анной Геннадьевой, которая присутствует, пациентки, которая с ярчайшей картиной криптогенной пневмонии, верифицированной, ответившей на гормоны, у которой прокальцитонин был больше 10 и до начала заболевания, и после того, как консолидация в легких полностью исчезла. Поэтому вот те надежды, которые были лет 10 назад, когда прокальцитонин только входил в клиническую практику, что мы сейчас сможем при его помощи отдифференцировать интерстициальные поражения легких от инфекционных, к сожалению, эти надежды оправдываются лишь частично. Очень важным является оценка уровня бронхоальвеолярного лаважа. К большому сожалению, этот метод не нашел широкого распространения, лишь в отдельных клиниках анализируется клеточный состав лаважной жидкости. И вот здесь первые два симптома – лимфоцитоз больше 20% и снижение уровня CD4-CD8 меньше 0,9%, не 0,9%, а 0,9% здесь ни при чем. Если вы видите два этих признака при наличии еще характерной компьютерно-томографической картины, то тогда, в принципе, вы диагноз криптогенной пневмонии можете поставить смело. Другое дело, что во всяком случае субпопуляции к телемфоцитам бронхоальвеолярного лаважа, если где-то и делаются, то мне об этом неизвестно. Конечно, криптогенная организующаяся пневмония видна. Видна на компьютерной томографии. Есть те маркеры, на которые обязательно нужно ориентироваться. И прежде всего это, конечно, зоны консолидации и зона матового стекла. Причем матовое стекло может как окружать консолидацию, так и находиться внутри зоны консолидации, создавая такой вот симптом Атолла. Вот здесь сейчас несколько типичных картинок среди наших пациентов. Мощные зоны консолидации, достаточно симметричные с двух сторон, очень плотные. Матовое стекло вокруг. И вот тот симптом, который является достаточно специфичным для криптогенной организующейся пневмонии, он встречается при небольшом числе других заболеваний. Это симптом Атолла или реверсивный симптом ХАЛО. Вот вы видите такие вот свободные пространства, которые окружены венчиком консолидации. Если вы видите такую картину, она в целом, конечно, не похожа на бактериальную пневмонию. Конечно, прежде всего нужно думать о криптогенной организующейся пневмонии. Хотя, конечно, не только о ней. Вот еще один вариант. Тоже мощные зоны консолидации, двусторонние. Наряду с этим такие вот фокусы, которые окружены достаточно большими зонами матового стекла. А вот эта пациентка, которой мы поставили диагноз криптогенной организующейся пневмонии в течение одной недели, вынуждены мы были это сделать, потому что она супруга заместителя генерального прокурора, иначе известно, куда бы мы пошли, если бы этого не сделали. Вот этот яркий признак, обратный признак холосимптоматола помог нам предположить, что в данном случае у больной с субфибрильной температурой, с непродуктивным кашлем и с умеренной отдышкой при физической нагрузке это заболевание является криптогенной организующейся пневмонией. Действительно, ей была проведена видеоторгскопическая биопсия, которая диагноз подтвердила. К счастью, в данном случае лечение обошлось без рецидивов. Да, до этого два курса антибиотиков к эффекту на амбулаторном этапе у этой пациентки не привели. Но бывают и фокусные формы криптогенной организующейся пневмонии. Это пациент, который приехал к нам из Сарова, которому первично был поставлен диагноз метастатического поражения легких. Ему была выполнена видеоторгскопическая биопсия легких. И три морфолога поставили три разных диагноза. Один, правда, описал участки организации в альвеолах. Признаков воскулита, который тоже этому пациенту ставили, ну, никаких не было системности. Вот, вчера этот больной приезжал на контроль, точнее, приезжал на прошлой неделе, вчера был выписан с хорошей положительной динамикой на фоне кортикостероидной терапии. Ну, вот еще один вариант доказанной криптогенной организующейся пневмонии. Ну, а это менее типичный паттерн, где консолидация небольшая, но зато видны ретикулярные изменения, которые в целом не являются типичными для данного диагноза. И это тоже гистологически верифицированный вариант криптогенной организующейся пневмонии. Конечно, всегда в этой ситуации для нас очень важен тот ряд, с которым мы должны дифференцировать эту патологию. Безусловно, на первом месте стоит бактериальная пневмония. И уже частично я говорил, в чем они отличаются. Но вот что касается второго места, я бы на второе место поставил тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда пациенты, в том числе молодые пациенты, с мелкими тромбоэмболиями легочной артерии, со стертой клинической картиной, расцениваются либо как больные с бактериальными пневмониями, плохо разрешающиеся, либо как пациенты с криптогенной организующейся пневмонией. И даже вот сейчас у нас есть такие больные в отделении. На самом деле, действительно, не так их просто отличить. Ну вот в данном случае это пациент, который прошел в том числе через клинику Игоря Мильча, больной такой футбольный тренер, который в течение полугода периодически лихорадил с суплевральными инфильтратами, и пока ему не сделали в институте туберкулеза КТ грудной клетки и не выявили множественную тромбоэмболию, до тех пор этот пациент получал разного рода терапию. Ну, сначала всегда антибактериальную, ну, а потом, как правило, пациентам назначают гормоны, когда они получают эффекты от антибиотиков. На этом фоне у него возникали новые участки легочной эмболии. Ну, а вот нужно сказать, что не только тромбоэмболия может быть похожа на криптогенную организующуюся пневмонию, эмболии бывают и другие. И вот в данном случае эта пациентка, которая сейчас, к сожалению, погибает в онкоцентре на Каширском шоссе, больная, которая в течение года мигрировала из одного стационара в другой, и вот эта болезнь весьма редкая, которая возникла у женщины в послеродовом периоде с одышкой, с болями грудной клетки, с лихорадкой. Появились вот такие фокусы консолидации, которые абсолютно не реагировали на антибактериальную терапию. Вот так это выглядело в начале заболевания. В результате, когда процесс уже приобрел субтотальный характер, была сделана КТ с контрастированием, выявлены признаки эмболии, но эмболия это была отнюдь не тромбоэмболия, это была трофобластическая болезнь. И, к сожалению, вот сейчас эта женщина погибает в силу легочной гипертензии, вряд ли что-то, кроме пересадки легких, может ей помочь. Я это говорю к тому, что, когда вы видите вот такие картинки, нельзя думать только об одном или о двух диагнозах. Бывают самые разные варианты. И если вы не видите эффекта традиционной антибактериальной терапии, не надо сразу бросаться к назначению гормонов. Надо подумать, что еще может быть у таких больных. Ну вот тоже похожая очень картинка. Это пациент с инвазивным аспергиллезом легких, тоже весьма и весьма похожий на криптогенную организующуюся пневмонию. Это еще одна болезнь, с которой тоже можно спутать, особенно фокальные формы, потому что есть формы криптогенной пневмонии, которые практически ничем не отличаются от той болезни, которая есть здесь. Это аденокарцинома со стелющимся характером роста или та болезнь, которую называли раньше БАР, бронхиоло-альвеолярный рак. И, к большому сожалению, онкологи вот в таких случаях, не получив клеточного материала, пациентов отправляют, долечиваются к пульмонологам от пневмонии или к фтизиатрам, от туберкулеза. Но вот в данном случае это вот типичная картинка. Здесь вот даже виден тот симптом, который очень характерен для БАР, симптом воздушного пузырька, когда на фоне консолидации имеется просвет бронхов, как бы растягивает опухоль, периферический бронх, а вот этот венчик матового стекла вокруг, это как раз инвазивный рост. Особенностью этих раков является то, что они очень медленно растут. И если вы пытаетесь оценить динамику в течение двух-трех месяцев, вы можете ее не поймать. На этом основании делается ошибочное заключение о том, что у пациента не опухолевое поражение. И, кстати, оно активно копит контраст, как организующийся пневмония, копит в тордезоксиглюкозу, как криптогенная организующаяся пневмония, так и опухоли, так и туберкулезные поражения. ПЭТ-КТ всюду дает участки накопления. И это почему-то клиницистов сбивают с толку. Положительный результат ПЭТ-КТ – это вовсе не обязательно опухолевый процесс. Это вполне может быть и воспалительный процесс, и туберкулезный процесс, и процессы самой разной этиологии. Это позволяет лишь отдифференцировать, есть активность в этой зоне или нет. Вот если активности нет, то это, скорее всего, участок фиброза. Это тоже картинка, которую можно было бы расценивать как криптогенная организующаяся пневмония, потому что бывают и тяжелые формы, но на самом деле это пациентка со свиным гриппом, которая, к счастью, выжила, у нее не было такого тотального повреждения, как я показывал в своей первой презентации, но существуют фулминантные формы криптогенной организующейся пневмонии, так называемая фибринозная организующаяся пневмония, которую чрезвычайно сложно распознать клинически и рентгенологически. Но все-таки есть некие дифференциальные признаки, на которые мы должны опираться. В нашей книжке это все описано, и те, кто интересуется, могут приобрести, а те, кто нет, могут просто сфотографировать. Не буду сейчас останавливаться на этом. Ну и совсем коротко о лечении. Та схема, которая была предложена 17 лет назад профессором Лазором, она, собственно, до сегодняшнего дня достаточно актуальна, но наш опыт говорит о том, что нетяжелые формы криптогенной организующейся пневмонии могут быть лечены меньшими дозами кортикостероидов. К счастью, это та болезнь, которая почти всегда на кортикостероиды отвечает. Но вот дальше начинаются, примерно у половины больных проблемы, болезнь начинает рецидивировать. И не совсем понятно, с чем это связано. Ну вот недавно опубликованная работа, которая попыталась разобраться, а что же все-таки может лежать в основе вот таких рецидивов криптогенной организующейся пневмонии показала, что два фактора. Первый фактор – это распространенность зон поражения. Если зона расположена на всех трех уровнях, верхнем, среднем и нижнем, то тогда болезнь рецидивирует 86% случаев. Если же в одной зоне, ну вот как у той пациентки с симптомом АТОЛа, когда только в нижних долях была консолидация, то тогда 0%. Вот если только на одном уровне консолидация, то тогда рецидивов почти не бывает. Если процесс распространенный, то тогда рецидивы бывают почти наверняка. Ну и второй признак, который могут дать нам гистологи, это наличие внутри альвеолярного фибрина при морфологическом исследовании биоптата. Таким образом, я хотел бы сказать, что даже нам, людям, которые, в общем-то, достаточно глубоко знают состояние проблемы, имеют большой опыт в ведении этих больных, постоянно приходится сталкиваться со сложностями в трактовке этих пациентов, в дифференциальном диагнозе. Но самое главное, знать, какие могут быть варианты и какой бывает дифференциальный ряд. Тогда, в конце концов, вы с пациентом разберетесь и ему поможете. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.